Перерасчёт оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Новые правила практического экзамена для водителей. Повышенный порог для беспошлиных онлайн-покупок и другие нововведения, которые начнут действовать с апреля 2024 года. Обо всём по порядку в нашем сюжете. Будет продлён срок действия водительских прав на три года. Срок удостоверений, который заканчивается в 2024 и 2025 годах, будет продлён на три года, до 2027 и 2028 соответственно. При этом заменить документ можно в любой момент. Если вы планируете воспользоваться продлением, дополнительные изменения в права вносить не нужно. Прошлое продление срока действия прав до 2022 и 2023 годов пока остаётся неизменным. Водителям с такими правами нужно заменить их до 2025 и 2026 года соответственно. Пользоваться продлением можно однократно. Изменится практически экзамен в ГИБДД. С 1 апреля вступают в силу изменения, касающиеся экзаменации перед получением водительского удостоверения. Разрешат чаще ошибаться. Допустимые штрафные баллы увеличат с 5 до 7. Послабление есть, да. Ну, в пользу учеников, так скажем, да. Им от этого лучше. Но на дороге от этого лучше не станет, я считаю. Не пристегнул ремень безопасности. За это сейчас штрафуются 4 балла. До 1 апреля это была не сдача сразу же экзамена. Минус 5 баллов. Заезд за стоп-линию не сдал. Сейчас за это даются 4 штрафных балла. Несвоевременное включение поворота, либо выключение поворота, остаётся также минус 1 балл. А не включили вообще указатель поворота, остаётся 4 балла. А пересдачу усложнят. Ещё с 1 апреля, если будущий водитель провалил 3 экзамена подряд, то повторно сдать практику можно будет только через 6 месяцев, но не позднее 9 месяцев со дня последнего экзамена. Ряду водителей придётся пересдать экзамен. Более подробно обо всех нововведениях мы поговорим с представителями ГИБДД по Тверской области во вторник, где расскажем, кому придётся поменять свои водительские права. Другие изменения затронут сферу оплаты жилищно-коммунальных услуг. В апрельских квитанциях появится новая строка «Перерасчёт потребления за прошлый период». Это касается тех собственников квартиры, у которых есть приборы учёта воды, электроэнергии, тепла и так далее. И только в том случае, если за 2023 год такого перерасчёта ещё не было. С 1 апреля вступит в силу изменения в жилищный кондекс по перепланировке помещения. Теперь этот процесс не связан с техническим паспортом, а само понятие перепланировки осталось прежним. Это изменение границ или создание новых помещений. После завершения ремонта собственник должен получить акт приёмки, а также заказать новый технический план у кадастрового инженера. Документ нужно передать в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН. Только после этого перепланировка будет официально считаться завершённой. Наступит крайний срок подачи декларации 3 НДФЛ. В апреле все налогоплательщики, которые получили в 2023 году доход, не учтённый налоговыми агентами, должны подать декларацию 3 НДФЛ. Обычно последний срок 30 апреля, но в этом году это выходной. Поэтому на это даётся чуть больше времени, до 2 мая. Налоговые органы ждут декларации по форме 3 НДФЛ от индивидуальных предпринимателей, которые находятся на общей системе налогообложения, от нотариусов и адвокатов, и также, конечно, от физических лиц, которые сдавали в 2023 году имущество в аренду, либо получили доход от продажи жилья, земельного участка, либо продажи транспортного средства, которыми владели менее установленного минимального срока. И также, если вы получили ценный подарок не от близких родственников, необходимо будет подать декларацию о доходах. С 1 апреля у региональных властей появится возможность вводить запрет на продажу алкоголя в магазинах и точках общепита. Ограничения коснутся точек, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. Это касается в первую очередь магазинов, зарегистрированных как точки общепита. По нормам им достаточно было продавать готовую еду и расставить не менее 8 посадочных мест. Также власти смогут ограничивать время продажи алкоголя, включая пиво и сидр в барах и кафе, которые находятся в жилых домах. Ресторанов эти изменения не коснутся. Проблема разного рода рюмочных из разряда весьма злободневных для горожан. Точки по розничной продаже алкогольной продукции это такая точка социального напряжения обычно. К нам депутатам тоже очень часто обращаются жители, граждане, которые справедливо требуют навести порядок с вот этими так называемыми наливайками. Сейчас с введением новых норм закона хочется надеяться, что эти механизмы появятся, что правоохранители смогут полноценно реагировать для того, чтобы наводить порядок в подобных местах. С 1 апреля по-новому начнут считать утилизационный сбор для машин, которые везли в Россию через страны ЕАЭС – Казахстан, Кыргызстан, Армению и Беларусь. Оформление через эти страны позволит снизить таможенную стоимость. По новым правилам недополученные бюджетом налоги и сборы будут учитываться в составе утилизационного сбора. Так, за растаможенные машины в ЕАЭС дополнительно придется заплатить.